Сейчас все говорят о дефолте, и именно сегодня, 16 марта, все это должно решиться. Будет ли дефолт, надо ли его бояться, и что будет вообще. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, сейчас я хочу сказать, что сегодня, 16 марта, все должно было решиться, и уже решилось, я могу сказать сразу, о дефолте. Дело в том, что сегодня, 16 марта, Россия должна погасить на суверенные бонды на сумму более 700 тысяч долларов. Должна состояться выплата процентов по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов. Если Россия не выполнит свои обязательства, технически существует 30-дневный период, в который дает ей время до 15 апреля 2022 на выплату купонов. Вот так, и если Россия этого не сделает, то объявляется дефолт, то есть если Россия не выплачивает эти деньги. И в чем здесь проблема? Дело в том, что у России деньги эти есть, но сейчас заморожены расчеты через свифт, вы знаете, да, и просто технически мы можем перевести эти деньги, но их, так сказать, ну как бы не переведут. И получится, ну как бы вот такой вот технический дефолт. И боролись два подхода к этому, ну к решению этой проблемы. Одни говорили, что надо заплатить в долларах, но говорят, что типа нет технической возможности, потому что обрубили эту возможность. А другие говорили, что, а давайте, раз они запретили нам расчеты в свифт, то мы переведем это дело в рублях. То есть мы просто возьмем и скажем, а забирайте вот в рублях это дело, мы конвертируем по текущему курсу там и забирайте в рублях. То есть два варианта, либо в долларах перевод сделать, который технически, ну в принципе как бы невозможен, либо в рублях. Если в долларах, то, наверное, это уже, так сказать, мяч на той стороне получается, и американцы могут сделать, например, исключение из этого дела, и вроде как дефолта нет. А с другой стороны, значит, если в рублях, то, соответственно, получается, что иностранные держатели им говорят, ну типа мы у вас брали доллар, и вот заберите наши рубли. Естественно, они с этим не согласятся, и тогда уже точно будет объявлен дефолт. Вот, ну сначала о том, что случилось этой ночью. Я проснулся и увидел сообщение. Вот. Сейчас вы его видите. Минфин уже дал поручение перевести деньги, перевести средства в международную депозитарно-клиринговую систему Евроклир. Депозитарий затем перечислит деньги держателям облигаций. Платежное поручение дано в долларах. Чтобы перевести его, нужно изъять эту сумму из замороженных российских резервов. То есть, мы дали поручение о выплате всех вот этих вот обязательств, по всем этим обязательствам, именно в долларах и именно из тех средств, которые заморожены в США. То есть, если США размораживают эти деньги в сумме, в той, которой нужно, то, в общем, дефолт не будет объявлен. То есть, мы выполняем свои обязательства именно в долларах и именно все как по закону. А дальше уже мяч на стороне американцев. Если они скажут, не-не-не-не, эти средства заморожены, ну тогда, значит, ну как бы будут решать они сами. Я думаю, что этого не произойдет и все будет нормально. Дефолт объявлен не будет. Но сейчас я хочу сказать следующее, что в принципе разницы никакой нет. Будет объявлен дефолт или нет. Сейчас я объясню почему. Смотрите, что такое дефолт. Дефолт это когда какая-то сторона не выплачивает, не выполняет свои обязательства по своим обязательствам. И что такое, так сказать, какие это обязательства? Обязательства это облигации. То есть, мы должны там какой-то выпуск облигаций погасить и выплатить купоны по каким-то другим облигациям или по тем же самым. То есть, в момент погашения выплачивается и купон. И облигации это, ну как бы долг, понимаете, как бы кредит. И когда вот вы, например, даете кредит кому-то, соседке, например, да, она говорит, вот я отдам, так сказать, зарплаты. И, ну там, или там, даже нет, даже не соседке, это, так сказать, плохой пример. Какой-то компании, значит, в долг дали. Компания, значит, вкладывает эти деньги в производство и за счет прибыли отдает вот проценты по кредиту. И плюс она когда-то должна погасить этот кредит полностью. Так вот, у кредита есть две стороны. Есть заемщик, тот, который взял деньги, и есть вторая сторона, та, которая дала деньги. Смотрите, если тот, кто взял деньги, не может выплатить, не может выплатить, там, проценты по кредиту или, ну, по займу, по этому, по облигациям, либо погасить эти облигации, то он может объявить дефолт. То есть, он может объявить и сказать, что, ну, блин, нету денег, вот так. И, значит, появляется дефолт. Но дефолт может быть объявлен и с другой стороны. То есть, как бы, кредитор говорит, а меня не устраивает вот это дело, и все, я объявляю дефолт, потому что, потому что вот вы не выполнили там какие-то мои условия, там, и так далее. То есть, вот сейчас, например, ситуация следующая, что американцы говорят, а эти средства заморожены, давайте как-то из других, а из других нету. И, как бы, может быть, вот, а какие другие? Когда мы просто, вот, мы говорим, вот они, берите деньги, они есть, а они говорят, не-не-не, мы эти деньги просто не возьмем и объявляем дефолт. Ну, я так подозреваю, что этого не будет. Вот. На что это влияет, вообще говоря. Смотрите, почему дефолта так боялись, почему сейчас почему-то боятся дефолта, потому что бояться, я считаю, что уже нечему, потому что, ну, в принципе, уже все случилось. Дело в том, что дефолт это, ну, во-первых, это отказ от платежей, значит, это значит, что если вы кому-то дали деньги, то вы назад эти деньги не получили, и это значит, что вам уже никто денег не даст. Вот это самое главное. То есть, есть какие-то, вот, рейтинги, вы знаете, и по этим рейтингам, значит, если рейтинг высокий, то, значит, считается, что страна или компания платежеспособна, и ей можно давать в кредит. И чем более платежеспособен, вот, заемщик, тем меньше процент будет, потому что риск невозврата минимальный, и поэтому, и поэтому, так сказать, ну, проценты будут низкие. Если рейтинг снижается, то этому заемщику дают просто деньги, но под более высокий процент. И чем ниже этот рейтинг, тем выше проценты, по которому он может занять эти деньги. Так вот, ну, во-первых, сейчас уже рейтинг у России просто дефолтный, они сами его опустили до этого уровня, американцы. А, во-вторых, мы уже сейчас просто по политическим мотивам отрезаны от всех финансовых рисков. То есть, будет объявлен дефолт, не будет объявлен дефолт, денег нам никто все равно в долг не даст. Именно по политическим мотивам. Поэтому абсолютно нечего бояться сейчас дефолта, потому что, ну, мы просто уже в этом состоянии находимся. Денег нам в долг никто не даст. Даже Китай. В отличие от 98-го года, там была другая проблема. Дело в том, что в 1998 году как раз денег в бюджете не было вообще. Россия выпускала государственные облигации, они назывались тогда ГКО, государственные краткосрочные обязательства. И они все были, так сказать, ну, по нарастающей, там все выше и выше, потому что было очевидно, что у России никаких доходов нет, в бюджете пусто и так далее. И была преддефолтная ситуация, потом дефолтная. И в конце концов России просто, ну, не стало денег для того, чтобы выплачивать свои обязательства. И тогда Россия в 98-м году, как сейчас помню, это было в августе месяце, по-моему, там, то ли 14, то ли 17 августа. Когда премьером тогда был Кириенко, он объявил дефолт. Вот. И это означало, что России просто, ну, с того момента просто никто больше денег не даст. Но при этом, значит, мы обнулили все свои обязательства. Мы сказали, что все, мы не в состоянии платить. И мы были отрезаны от денег. И я помню эту ситуацию прекрасно совершенно, потому что я уже тогда занимался полиграфией. Я думаю, ну, все, катастрофа. На самом деле, катастрофы после этого не случилось. Я там ожидал, что сейчас будут погромы, значит, какие-то и так далее. Доллар взлетел ожидаемо тогда, там, ну, буквально в два раза. И, соответственно, импортные товары стали сильно дороже. И, наконец-то, начали покупать российское. И прямо, так сказать, там был целый вал, подъем такой вот, что все заказывали. От заказов не было отбоя, цены, ну, всюду повысились, естественно. Но при этом стали у меня заказывать этикетки прямо вот на перебой. Говорили, давай, 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 давай. Вот, ну, собственно говоря, и все. А до этого у меня все расчеты были, ну, как бы внутренний учет. Там была бешеная инфляция, я вел в долларах. Дальше я уже сказал, что ребятам... Да, и зарплату я, так сказать, своим сотрудникам пересчитывал как бы в долларах. Я сказал, что зарплата будет теперь только в рублях и так далее. Ну, и это было оздоровление, в общем-то, экономики. Вот. Что сейчас? Сейчас доллар уже в два раза вырос, вы это видите, собственно говоря. И все уже произошло, собственно говоря. От денег мы уже отрезаны. Доллар уже вырос. Сейчас, более того, импортные товары никто не собирается сюда нам даже продавать. Транспортные компании отказываются везти в Россию импортные товары. Поэтому, хочешь не хочешь, внутреннее производство надо будет как-то развивать. Как мы будем развивать внутреннее производство, я не знаю. Дело в том, что сейчас уже в России большая часть всяких расходных материалов, комплектующих и так далее, она импортная и, ну, если мы не наладим собственное производство вот этих вот комплектующих, то очень многие производства сейчас встанут и будет, в общем-то сказать, ну, полный пипец. Вот, грубо говоря. Россия не станут жить сильно хуже, это очевидно совершенно. Все будет плохо. Но при этом начнет развиваться, наконец-то, внутреннее производство, ну, по крайней мере, предметов, там сказать, ну, какой-то вот продуктов. Производство продуктов будет развиваться, и здесь я не жду никаких проблем. Будет развиваться сельское хозяйство, оно у нас уже, в принципе, способно обеспечить внутреннее потребление. Будет развиваться всякая вот эта вот легкая промышленность, швейная и так далее, и так далее. Вот. Ну, а по поводу автомобильной промышленности и всяких прочих, здесь уже будут очень-очень серьезные проблемы с высокотехнологичными отраслями и самолетами тоже. Вот. Здесь уже у нас ситуация, прямо скажем, хреновенькая. Дело в том, что мы в России полностью за последние, там, сколько-то, да вообще просто вот за последнее время загасили полностью станкостроение, загасили полностью внутреннее производство, вот, которое обеспечивает именно промышленность. То есть у нас нет... Вот я недавно прочитал, что производство подшипников в России упало за последние 20 лет в 20 раз, там, что-то такое. Вот. При этом, значит, оно падало последние годы особенно быстро. То есть подшипники мы не можем производить, и сейчас нам просто запретили ведущий, производитель подшипников, это шведы, оказывается, фирма SKF. Они прекратили поставку, то есть все, что у нас стоит, оно может очень достаточно быстро остановиться, потому что подшипники – это все, что крутится. Мы должны очень быстро наладить производство подшипников, как минимум, мы должны очень быстро наладить производство, там, всего остального, двигателей, машиностроения, станкостроения. Я думаю, что это очень трудно сделать. Химическое машиностроение у нас тоже полностью отсутствует, то есть и клеи всякие, красители тоже отсутствуют. То есть мы будем ходить в каких-то сереньких таких вот тканях, ну, в общем, так себе. Одежда будет, импорт, скорее всего, вернется, я думаю, вот эти вот предметы одежды и так далее, я думаю, что это тоже больно ударяет и по западному рынку. Скорее всего, вот эти всякие бренды вернутся, сумочки нам будут продавать, а вот все, что связано с технологиями, ну, у нас и так было слегка так придавлено, сейчас будет придавлено тем более. То есть здесь будет очень-очень сложно. Но факт тот, что дефолт, он как бы объявлен, не объявлен, это не важно, он уже случился. Ну, жить будет тяжелее, но это даст стимул к развитию отечественной, ну, по крайней мере, легкой промышленности уж точно, а что дальше будет, не знаю. Я ожидаю, что люди в нашей стране ожидают достаточно тяжелые времена в смысле потребительских таких вот вещей. Но, с другой стороны, наконец-то будет в цене квалификации, наконец-то будут ценить технических специалистов, коим я себя отношу на самом деле. То есть сейчас технари будут в огромной цене, инженеры, которые еще остались. Вот, я надеюсь, что, очень надеюсь, что ученые, наконец-то, будут в цене. Но есть, конечно, и другие тенденции, когда вот сейчас по политическим мотивам все орут, что всех, значит, там пятая колонна, всех, значит, там в дворнике и так далее. Ну, если так, то значит так. Но, в принципе, я смотрю, что наше правительство какие шаги предпринимает. Вот, во главе с премьер-министром Мишустиным, я могу сказать, что это обнадеживает, и там очень-очень разумные меры конкретные принимаются. А то, что кричат там депутаты или Госдума, значит, ну, я бы не советовал их слушать, потому что, ну, у меня такое впечатление, что они немножечко, вот. Ну, а что считаете вы? Напишите. Своё мнение я высказал. Сейчас лайк, подписка. Оставайтесь с нами. Я уверен, что в ближайшее время у нас откроется достаточно много возможностей для того, чтобы улучшить свою жизнь именно в России. Причём эти возможности будут, ну, именно лучше, чем где-либо ещё. Я почти уверен в этом. Вот. Ну, а там посмотрим. Может быть, я и не прав. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Сейчас всё. Пока. До встречи. С вами был Демитков Юрий.